друзья привет хочу поговорить с вами сегодня о фиолетовом цвете о своих неудачных и удачных покупках о находках в смесях и а также о том что не каждый синий и красный дадут нам фиолетовый давайте попробуем смотрите смешаем оттенок вермиллион это такой теплый красный и синий например ярко-голубую это более теплый оттенок синего чем ультрамарин что же мы получим в итоге вы видите перед собой такой сероватый я бы сказала оттенок не очень похожий на фиолетовый и давайте для сравнения возьмем кинокридон розовый это теплый красный явно видите разницу между ними да и например синий ультрамарин это как раз таки такой красноватый прохладный синий что мы получаем здесь мы получаем такой довольно яркий даже где-то может быть можно назвать этот оттенок кислотным фиолетовым но мы с большей вероятностью скажем что этот цвет похож на фиолетовый чем вот этот сероватый и поэтому вы должны понимать что не каждый красный и синий дадут вам фиолетовый например тот же хинокридон если смешать скажем с ярко-голубой мы еще можем получить некоторое подобие фиолетового цвета даже вполне такое вменяемое но вот теплые красные я вам использовать не рекомендую для глубокого фиолетового попробуйте взять такой индон треновый синий он темный и тот же хинокридон розовый вы получите наиболее наверное темный оттенок фиолетового почему я об этом рассказываю потому что темные фиолетовые зачастую если это краска однопигментная как например у невской палитры то она будет к сожалению совершенно не светостойкой вот есть такая красивая красивая фиолетовая краска вот он какой цвет великолепный яркий красивый но он совсем не светостойкий то есть работа использовать его в работах которые вы планируете продать или если вы хотите писать на заказ то этот цвет я использовать к сожалению не рекомендую хотя он очень красив например для иллюстрации там нам не так принципиально мы оцифровали картинку и в принципе дальше что будет уже с оригиналом не так важно поэтому подходите к использованию этого фиолетового с умом пожалуйста светостойкость у нас вот здесь обозначается звездочками в конкретном вот здесь плохо видно к сожалению здесь три звездочки это ультрамарин фиолетовый а вот у такого темного фиолетового у него одна звездочка это минимальная светостойкость вот сейчас я вам расскажу тогда о негативных своих каких-то негативном опыте с фиолетовым своих неудачных покупках от тех фиолетовых цветах которые я не рекомендую покупать самый главный и нелюбимый это вот pv16 манганец файлет от тернер это ужасный фиолетовый наверное хуже этого цвета я еще ничего не видела вот такой мылкий цвет который я совершенно не знаю куда можно применить он не яркий его невозможно набрать чтобы он был интенсивным он некрасив в смесях поэтому он у меня лежит если вы знаете куда можно его использовать пожалуйста напишите комментарий и я буду вам очень благодарна второй неудачный опыт с фиолетовым это вот такой interference violet от ван гог это прозрачный такой фиолетовый который используется скорее на черной бумаге или может быть его можно наносить поверх уже готовой работы но я так не делаю и в общем-то не знаю куда его использовать какая-то странная штука тоже не светостойкая в общем не что они к селу не городу и если вы конечно рисуете на черной бумаге акварелью то возможно он вам пригодится но в обычной жизни вряд ли следующий странный фиолетовый это permanent red violet он есть и у невской палитры есть и у ван гога в принципе много у кого есть вот такой вот розовый цвет я не могу назвать его фиолетовым на мой взгляд лучше взять розовый хинокридон который будет конкретно розовым и если вам нужно увести его в более какой-то холодный фиолетовому приблизить вы можете добавить в него всегда кобальт синий голубую и так далее смысл брать вот такой оттенок я честно говоря не вижу следующий претендент у нас будет вот такой вот прекрасный мунглоу дэниел смит сам по себе цвет классный вот сейчас я вам его продемонстрирую видите сначала он такой кажется серый такой интересный оттенок он сейчас начнет распадаться на пигменты особенно если в него например брызнуть или добавить воды вот так например прям сделать он начинает расходиться потому что плотность пигментов разная видимо пигменты здесь какие у нас здесь изумрудный зеленый ультрамарин фиолетовый и красный какой-то антрацитовый красный и в общем вся эта красота великолепно и прекрасно сама по себе отдельно вот так можно еще добавлять и не будут перетекать и сиять он красив он но он к сожалению на мой взгляд он красив в отдельности и сам по себе наверное вам не очень видно как он распадается на пигменты здесь просто появляются сейчас изумрудные оттенки где-то оседает синий где-то красный то есть он красив он как-то переливается играет но как его использовать в смесях и куда его вообще применять у меня сейчас большой вопрос то есть сам по себе хороший в общем то на этом все поэтому я не очень рекомендую его к покупке мунглоу к тому же он довольно дорогой давайте теперь о хорошем какие цвета я люблю какие я применяю с удовольствием один из них вот такой permanent blue вайлет от ван гуг это просто смесь вот такого розоватого фиолетового и ультрамарина синего вот такой хороший оттеночек почему я выберу он светостойкий и в принципе не надо морочить голову просто можно его добавлять туда куда хочется добавить обычно я его добавляю в коричневые оттенки в какой-нибудь например сиену жену берем сиену жену берем вот этот фиолетовый и она становится красивой благородной очень классно использовать например в коре деревьев так далее облагораживает и улучшает оттенок коричневого за это я очень люблю фиолетовый в принципе очень много где его вообще используем также очень люблю вот такой классный цвет ультрамарин фиолетовый сейчас будет такое неожиданное заявление не верьте бы блогерам потому что очень многие его не хвалят наоборот ругают что он мылки что он какой-то тоже вот непонятный неяркий казалось бы я говорила это только что про фиолетовый цвет от терна этот вроде бы тоже мылки тоже неяркий да по насыщенности очень похожи но этот прохладный цвет и я его использую просто мне кажется везде я его обожаю очень люблю в смеси с сиеной натуральной смотрите они прямо делают друг друга какими-то невероятно благородными красивыми там можно его смешать с цветом дюны у невской палитры в общем-то мне он в самых разных вариациях нравится безумно дает какую-то такую вот красивую благородную игру он распадается на пигменты то есть выпадает в осадок вот здесь уже начинает быть видно сейчас я поднесу чтобы вы увидели что у нас произошло здесь вот это у нас был мунглоу в принципе видно что это одна краска она распалась на разные пигменты это красиво в заливке но как это использовать в своих картинах я честно говоря не понимаю вот теперь я хочу с вами поговорить о прекрасном оттенке лавандовом я просто обожаю эту краску хотя тоже многие говорят фу белильные клы краски и в акварели фу-фу-фу должна быть прозрачность ну я не соглашусь сначала я вам покажу просто те лавандовые оттенки которые у меня есть сейчас я выкрашиваю шинхановский лавандовый оттенок вот такой он самый темный из тех вариантов лаванды которые у меня есть дальше у меня есть вот такой замечательный лавандовый от невской палитры одна из их новинок и холбейновский здесь в заметной видно то что оттенок лаванда у невской намного светлее чем у шинхан и вот такой прекрасный лавандовый холбейн он прохладные более уходит в синий оттенок мне безумно нравится но к сожалению он самый дорогой поэтому я предполагаю что я обойдусь лавандой от невской просто буду добавлять нее больше кобальта почему я решаю именно так просто потому что я смотрю состав из каких пигментов состоит вот эта краска здесь я вижу pv15 вот этот вот замечательный до фиолетовый и pb29 ультрамарин или кобальт синий и белила то есть добавляя сюда кобальт синий я в принципе могу его сделать еще более прохладным таким каким мне нужно похожим на холбейн и главный момент для чего я использую белильные краски посмотрите как это будет сейчас красиво когда я возьму прозрачную краску например какой-нибудь вот такой желтый эргазин и буду добавлять в него лаванду пигмент убелил такой тяжелый и он будет прямо расталкивать сейчас я даже делаю поближе чтобы было лучше видно попадает прямо толкает собой прозрачную акварель что эргазин это прозрачный оттенок или например вот с оранжевым с каким-нибудь ярким таким яркий прозрачный тоже у невска есть тоже если его в виду что он будет делать он видите как как закручивается какие-то такие интересные движения совершать акварель начинает и вот ради этого собственно говоря я пользуюсь белильными оттенками это красиво на мой взгляд или можно взять например какой-нибудь темный-темный серую пейну где-нибудь здесь нанесем побольше можно прямо и введем сюда сейчас лаванду вот так красиво она начинает себя вести какой-то эффект дыма чего-то такого дает мне безумно нравится поэтому я совершенно не противник таких плотных белильных оттенков они красивую фоне в смеси в смесях поэтому рекомендую обзавести лавандой и не рекомендую вот такой вот оттенок манганес файлит спасибо что были со мной надеюсь видео было вам полезно если у вас остались вопросы пожалуйста задавайте